эх смотрите какая красота вокруг пальмы солнце он светит так бы вот прям остался тут и работа бы вот прям отсюда сейчас ведь как никогда популярна работа на удаленке да сидишь работаешь где-нибудь у бассейна в любой точке мира красота но мало иметь такую работу нужен еще и современный аппарат который справится с любой задачей будь это составление таблички в excel или программирования ну и заканчиваем мощным таким 3d дизайном и еще было бы неплохо вечером чтобы там в hogwarts legacy например поиграть до отдохнуть а вот мы сегодня проверим справиться ли с такими задачами модель msi vector ноутбук скажем так не маленький это 17 и 3 дюйма но при этом пользоваться им довольно комфортно потому что все основные разъемы вынесены не на 2 а на три стороны справа у нас находятся две обычные но быстрые юсбишки слева располагается третья а также юсб тайп си и мульти вход для наушников но более габаритные разъемы вынесены на заднюю часть корпуса что безумно удобно среди них мини дисплей порт проводное подключение к интернету hdmi а также разъем для питания ну и ко всему прочему название такое классное прям вектор звучит слушайте мощно мне нравится хоть это и довольно мощная версия ноутбука но при этом довольно сложно сказать для кого он подходит больше для геймеров или все-таки для тех кто работает с графикой с одной стороны тут внутри intel core на целых 14 ядер и мощная видеокарта nvidia geforce rtx 3070 для ноутбуков в общем играю в любые современные игры он все потянет ну а с другой стороны технологии nvidia также ускоряют и оптимизируют работу графических приложений что отлично подойдет для современных дизайнеров поэтому такой тандем карты и процессора идеально подходит под обе эти задачи к сожалению если мы будем работать или играть сидя у бассейна то добиться максимальной производительности этого ноутбука у нас к сожалению получится но вот с другой стороны при питании от сети можно активировать режим экстремальной производительности с мощностью вплоть до 195 ватт ну зависимости от конфигурации конкретно у нас сейчас 195 это 45 ватт которые подаются на процессор и аж 150 ватт которые подаются на видеокарту для тех кому интересно какие показатели выдаются в современных играх то вот пожалуй самый свежий вариант это хогвартс легаси как видите настройки графики здесь выкручены на ультра также включены все возможные ретрейсинги трассировки лучей rtx dlss и все остальное короче если мы хотим получить прям максимальный фарш в игре то мы получаем ну где-то порядка в 80 фпс довольно стабильные ну по крайней мере я просадок не замечал при этом если мы сделаем не ультра а высокие или даже средние настройки я бы не сказал что картинка становится прям сильно хуже но тогда мы уже получаем стабильные 120 фпс ну а жертвовать ли эти 50 фпс ради максимального там ретрейсинга или чтобы там пару каких-то дополнительных деталек увидеть но при этом не наслаждаться 120 фпс как решает сам для себя самый главный так сказать показатель это зеркало выключенная трассировка никаких технологий nvidia вообще ничего ни хрена не понятно ну а вот собственно со включенной трассировкой сразу в зеркале появляется отражение и скажем так это влияет на фпс ну с одной стороны сильно как бы просадка да но я при этом не знаю я абсолютно этого не чувствую играется совершенно комфортно одну 120 конечно поприятнее будет на самом деле тут нисколько в отражении смотрите тень охренеть ну я либо давно уже не играл в современные игры ну либо это же выглядит прям очень круто я как будто бы не играя как будто кино смотрю народ нет вы меня поймите правильно я конечно же всегда при любой возможности за 120 фпс но при этом если у меня есть выбор играть очень плавно до максимально с размытями и так далее или чтобы было ну там 60-80 фпс но при этом с такими эффектами естественно я выберу 60 и 80 в любом случае это лучше чем на консолях на самом деле я честно говоря думал что хогвартс как ну самая последняя игра да которая вот она прям только что вышла я думал что ультра настройки даже высокие скорее всего не потянет нет смотрите как окно бликует вау и кстати вся эта красота как вы могли заметить на огромном мониторе это 17 и 3 дюйма для сравнения вот вам макбук 15 дюймов видите да как бы разница скажем так ощутимо по разрешению есть различные конфигурации у этого дисплея вплоть до qhd разрешение можно выбрать из частотой обновления вплоть до 360 герц ну а конкретно та модель которая сейчас находится у меня с разрешением full hd и обновлением в 240 герц на айпиес матрицы ну и кстати в домашних условиях через hd май мини дисплей порт и еще юсб тайп си можно подключать вплоть до трех внешних мониторов зачем так много мониторов каждый решает сам для себя ну просто имейте ввиду что это здесь можно изначально памяти здесь установлена на 16 гигабайт имеется два слота с расширением вплоть до 64 ну и естественно ssd накопитель на 1 терабайт это все по стандарту а вот чем этот ноутбук реально выделяется на фоне большинства моделей так это его дизайн и как по мне вот прям визитная карточка ноутбука fmsi становится заметно при слабом освещении и я конечно же говорю про клавиатуру ну а точнее про ее мощнейшую rgb подсветку честно говоря это прям настоящее произведение искусства сделанное в тандеме со steel series и я много ноутбуков повидал и до сих пор считаю что самая красивая клавиатура именно у ноутбука fmsi ну окей подсветка это только одна сторона медали мало того что она красивая и полностью настраиваемая так она еще и очень удобная печатать текст на такой клавиатуре одно удовольствие ну а что касательно игр так это вообще сказка что еще немаловажно так это качество звука не только динамиков но и микрофонов некоторые производители вообще частенько никак не уделяют этому внимание и очень зря здесь за звук отвечает технология steel series на химик с гибкой системы настроек и различными режимами шумоподавления вот именно в плане звучания здесь можно прям вот несколько часов сидеть копаться для того чтобы настроить все под себя реально очень много настроек некоторые из которых я честно говоря вижу впервые например здесь можно даже включить ночной режим чтобы у нас эквалайзер именно ночью автоматически сам подстраивался и звук не был слишком громкий резко пугающий короче очень очень много разных параметров все это надо сидеть и все это надо изучать короче если проверить микрофон вообще без настроек кто будет примерно вот такой звук а если мы включаем всякие интеллектуальные штуки то голос записывается вот так и он сразу чувствуется что стало намного лучше вот это реально круто что для чата что для игр в общем вот такой получился ноутбук у компании msi vector gp 76 как мне кажется отличный вариант хоть в игрушки мощный поиграть хоть и работать с мощный такой знаете прям вот графикой стоимость естественно разница в зависимости от конфигурации но более подробно как обычно сможете посмотреть в описании к этому ролику у меня на этом все всем спасибо за просмотр всем продуктивной работы и хорошего отдыха